Друзья, у нас следующий докладчик уже на сцене, Тима Хейна-Парула, который представляет Reforged Studios, и тема его доклада – разработка движка для мобильных игр. Добро пожаловать. Да, я расскажу о том, как мы в Reforged разрабатывали свой движок. Начну с представления, а потом, собственно говоря, задамся вопросом, почему нужен альтернативный специально созданный движок, да, а почему бы не пользоваться уже готовыми решениями. Я буду рассматривать конкретный кейс, да, нашу систему работы с эффектами для того, чтобы показать логику именно такого решения. Компания всего год, в 2015 году мы были созданы в Хельсинки, у нас там штаб-квартира. Основатели – это такие реальные ветераны индустрии, люди, которые работали в StarCraft II, World of Warcraft, League of Legends и так далее, да. Мы решили, основной нашей задачей – сделать работу с мобильными играми и создание уникальных игровых миров, да. Я, на самом деле, вот реально большой не только геймер, но и большой энтузиаст разработки движков, да. Я начал программировать в 11, движки начал делать в 14, и по всю пору меня это очень-очень и радует, эта работа. Я работал в IT 5 лет, и я занимался инди-разработками, делал движки, выпустили игрушку, Bugbear, например, не то чтобы она была сильно успешной. Потом, когда я работал в этой компании, мы издавали Divetopia, и затем был в команде игры Next Car Game. Потом работал с Compass Points West, но мне, на самом деле, было наиболее интересно работать над последним тайтлом на этом слайде – Walking Dead No Man's Land, основанным на соответствующем телепродукте, да. А что я, собственно говоря, делаю в компании, да, я отвечаю за большую часть разработки движка, и почему мы, собственно говоря, стали делать свой собственный движок вместо того, чтобы покупать лизонзированный или бесплатно брать лизонзированный, да, вместо Unity или Unreal и так далее. У нас обычно, да, игры, которые нам интересны, это много, значит, юнитов на поле одновременно, и много происходит эффектов одновременно, да. Игры, которые это делают, зачастую пользуются билбордами. Мы же хотели более живую среду получить, более сложные анимации, что требовало определенных более интересных задач по рендерингу. Вы представьте, да, что вот эти кусты – это мы, разработчики, да, разрабатываем игру. Обычная ситуация, когда вы делаете какую-то игру, и наша задача – пробраться в эту чащу, да, используя правильный инструмент, оптимальный инструмент. И что нам взять? Мечеть, вот этот слева огромный меганож или швейцарский армейский нож, да. Если мы возьмем, например, швейцарский армейский нож, он, как вы знаете, соответствует существующим продуктам в области движков, потому что слишком сложная вещь, чтобы решать какую-то те конкретные задачи, которые перед нами стоят. Нам, собственно говоря, да, вот в этом наборе нужно всего пара конкретных инструментов. А те конкретные, которые были нам нужны, они как раз не идеально нам подходили, да. Притом, надо сказать, что такие специально созданные движки, кастомизированные движки, они могут быть очень простыми, да. И нам вот для нашего решения прорубиться сквозь чащу нам нужен просто большое и острое лезвие, и все. Да, и так, нам было трудно контролировать существующие движки, они были слишком сложными, и из них нам нужно было всего несколько пунктов. Но давайте займемся как раз конкретным кейсом, как мы разрабатывали именно конкретные фичи этого движка, и как, например, работает система эффектов. Для нас мы всегда идем от потребностей. Да, что-то, что нужно для тематики игры, или что-то, что нас просит художник. И здесь у нас была уже система, да, формирования частиц. У нас не было системы, которая отвечала бы за более сложные эффекты, например, чтобы у нас была динамическая генерация, постпроцессинг и так далее. Также мы хотели, чтобы художников были доступны, инструменты, чтобы они могли создавать эффекты с минимальной инженерной доработкой. У нас было довольно много обсуждений по этому поводу, и мы стали задавать себе вопросы, собственно говоря, какие эффекты нам нужны, и как код будет управлять этими... Какой нужен код для того, чтобы управлять этими эффектами, и как художники хотят с ними работать. Да, и после этих всех длительных дискуссий мы договорились, да, что мы будем продолжать эти дискуссии, потому что только эти дискуссии позволили нам узнать, что хотят художники, что хотят программеры, да, и какие-то мысли мы осознали впервые для себя, да. И когда люди общаются на какую-то тему, значит, у нас создается более эффективная система для автономной работы, потому что люди знают, что от них ждут коллеги. Сейчас более техническая часть. После того, как мы задали себе все эти вопросы, после того, как мы осознали, что нужно сделать, вот тогда мы задумались о том, какая архитектура нам подойдет для того, чтобы это решение выработать и поддерживать, какие будут конкретные требования именно к архитектуре. Да, это она должна легко... Система эффектов должна легко прописываться кодом, и легко должна расширяться при необходимости, и иметь хорошее качество работы, хороший перформанс. И сейчас я кратко освещу ключевые принципы, которые мы взяли за основу, да. И сейчас я пройдусь по ним более подробно. Три всего у нас таких принципа были. Первый из них, да, это управление ресурсами, в котором мы хотим, чтобы у нас была четкость, чтобы каждая система управлялась своим ресурсом. Да, например, объем памяти, который есть у устройства, не обязательно должен быть сильно связан с тем, сколько памяти вы можете использовать, да. А также паттерны доступа к памяти могут иногда быть намного более значимыми, чем, собственно говоря, число операций, которые эта память способна выдержать. Поэтому очень важно работать с распределением памяти. Например, если у нас есть какие-то статичные данные, они могут прописывать, как идет динамическое распределение. И если, например, у вас где-то перегрузка, то это, конечно, не конец света. Какие-то системы можно масштабировать. И когда мы знаем, да, что где-то у нас перегрузка, мы можем перераспределить эти объемы. У нас, кстати, есть динамичные пулы. Они устроены иерархически, и благодаря этому нам проще понимать, как мы используем память, и проще систематически ее управлять. И также это минимизирует фрагментацию, потому что мы можем создавать при необходимости маленького, меньшего размера динамические, простите, статические пулы. Также у нас есть другой способ распределения памяти через логику конструктора и деструктора, распределителя объектов. Также у нас есть четко прописанная инициализация и деинициализация каждой системы. Второй такой ключевой принцип – это простой чистый код. Мы работаем на таком жестком C++. Мы только используем те элементы C++, которые действительно какой-то осмысленные имеют для нас значение. Мы пытаем использовать более простые интерфейсы. Справа вы видите, что, например, у нас в самом верху определено сразу объект и набор функций. Но, опять же, нам не обязательно это показывать. Поэтому можно просто работать с интерфейсом C-Cell. Почему? Потому что все, нутро системы, объекты или класса не обязательно показывать. Что касается внедрения, как я уже говорил, описывается в CPP, и модификация внутренней структуры системы, она не всегда будет распространяться на другие системы. Также мы пытаемся, чтобы внедрение у нас шло через небольшие взаимозавнимаемые элементы, маленькие функции, маленькие макросы вместо каких-то больших, крупных монолитных кусков. Это очень сильно повышает читаемость, потому что, когда вы вводите новые фичи обычно, то вы читаете код вместо того, чтобы его писать. Поэтому читабельность здесь имеет очень важное значение. Также для новых программистов начать работать с этим кодом и модифицировать и расширять его делает эти задачи намного легче. Также мы используем код, который является одновременно и автокомментарием. Так, чтобы просто прочтя код, можно было понять то, что происходит, вместо того, чтобы читать сопутствующую документацию и различные описания. Не всегда возможно, конечно, код так оформлять. Нужна документация. Но мы стараемся это монимизировать, делая такой код с автокомментарием. Также, работая с сложностью, один друг, кстати, мне сказал, он говорит, если вот ты видишь настоящую магию, какую-то, как будто бы, да, в прописанную кодом, то это, скорее всего, какая-то хитрость. Да, мы пытаемся просто очень прямо разрешать ситуацию, где у нас есть сложный, запутанный код. Если, например, нужно расчет расстояния, это, кстати, пример из реальной жизни, то пусть он это и делает, не нужно его моделировать. И, наконец, наш третий ключевой принцип – это межплатформенность. У нас есть две основных платформы, это Ось и Windows, а также есть Linux для того, чтобы работать на сервере, и также основные наши целевые платформы – это iOS и Android. Да, и код должен работать на всех этих платформах. Мы через CMake определяем все наши проекты. Те, кто не знает, что такое CMake – это система, которая понимает тип языка кодирования. И мы определяем тип вне зависимости от платформы, а CMake делает уже версию для конкретной платформы. Также мы портируем как можно раньше, да, так чтобы… и пусть оно работает на разных платформах, для того, чтобы у нас была непрерывная интеграция и автоматизированное тестирование, то есть мы и юниты тестируем, но и более масштабная структура для тестирования существует. Сейчас я покажу, как работает, собственно говоря, наша система эффектов и как, собственно говоря, какие-то разы мы прошли, чтобы сделать такую структуру. Frontend представляет из себя систему драйвера, так что код модифицирует только структуру данных для того, чтобы создать новый эффект. Драйвер, собственно говоря, потом исполняется по отношению к этим данным, и именно драйвер отвечает за обновление эффекта. Поэтому только драйвер знает все детали того, как ему предстоит взаимодействовать с самим набором данных и с интерфейсов. Очень простой пример. Например, у нас есть данные по позиции по вращению. Нам нужно модифицировать все эти данные, и есть драйвер, который, собственно говоря, с эффектом вращения и изменения позиций работает. Как, собственно говоря, устроены эти эффекты? Это набор компонентов. Это как любая система, которая устроена из таких сущностей. У нас тот же самый подход. Может быть, это модели какие-то, привязанные к эффектам, может быть, освещение, неважно, потому что система у нас одинаковая. И так вот, каждый компонент определяет систему, и различные единицы этой системы определяются этим компонентом, а обновление эффекта происходит по принципу компонент за компонентом, а не эффект за эффектом. Эти также составляющие единицы могут быть связаны с другими компонентами, и обычно у них есть под минимум одна зависимость. Они могут быть связаны через IP, а может быть, через их принадлежность к тому или иному конкретному эффекту или элементу. Запросы посылаются в системы компонентам, и ID у нас глобальные, поэтому мы можем собирать эффекты в любые элементы, как нам понравится, потому что мы можем всегда запросить другие компоненты с их глобальными ID. Очень простой пример здесь, как мы сделаем, я не знаю, очень простой эффект для какой-то частицы. Например, у нас есть компонент, который испускает эти частицы, и компонент, который это трансформирует. И когда драйвер запускается, то, как я уже сказал, система эффектов у нас сперва, драйвер обновляет положение и вращение, компоненты трансформации, и затем, собственно говоря, компонент, который производит частицы, с учетом этих изменений уже запускается. Это, поскольку это основано на данных, то художникам проще создавать новые эффекты, создавать инструменты, которыми они будут пользоваться. То, что все основано на драйверах, требует от нас намного меньше кодирования. Сами эффекты, да, они делаются по методу комбинируя и побеждая, и это делает очень простую структуру для всех эффектов. Теперь, наконец, очень важное свойство, да, это критически важная система для работы. Почему? Потому что нам нужно спонить очень много простых эффектов, вместо того, чтобы большие сложные эффекты. Также это значит, что их нужно спонить быстро. И как мы это делаем? Да, мы делаем шаблоны, шаблоны, связанные с определениями. Когда эффект делается впервые, то мы на его основе делаем шаблон, который... Там есть уже загруженная какая-то информация по мешам. Да, то есть практически все, что нужно для определения индивидуального компонента, это значит создание эффекта своего рода просто использованием копии памяти. Да, затем рендеринг, благодаря этому, может происходить очень быстро. Да, мы все время, как я уже сказал, в нашем движке используем работу на основе прежде всего данных для того, чтобы оптимизировать в частности работу нашего производителя частиц. Да, ну давайте возьмем пример. Например, есть три у нас компонента, позиция, скорость, вращение и цвет. У нас есть какой-то производитель частиц. И понятно, что у нас их есть несколько, конечно, в нормальной схеме. И оператор частиц что обычно делает? Он обычно затрагивает только определенный набор этих свойств, а не всю частицу. Давайте посмотрим, как, например, позиция, как будет обновляться позиция индивидуальной частицы. Например, у нас есть какая-то линия, которая, кэша, которая связана только с одной частицей. И когда мы обновляем ее, то итерация проходит через каждый индивидуальный набор для этой частицы. Но затрагивается только позиция и скорость. То есть вращение и цвет здесь в кэшлане вообще не нужны. И что мы сделали, собственно говоря? Мы организовали наши данные таким образом, что соответствует тому, как мы используем, собственно говоря. Поскольку нам нужен доступ только к конкретным качествам, поэтому мы сгруппировали их в такой вот логике, так, чтобы мы могли использовать теорию другое качество отдельно. И теперь, когда мы делаем обновление, то мы, собственно говоря, для этого примера только затрагиваем позицию и скорость, так, чтобы у нас не было кэшлайнов с ненужными данными. Я думаю, этот пример довольно хорошо все иллюстрирует. Итак, мы решили сами делать движок, потому что нас не устраивало, потому что мы хотели более жесткое управление и хотели повысить производительность. Мы хотели, чтобы у нас был жесткий фокус, который дает нам маленькая команда, чтобы она была очень гибкой. Вот, собственно говоря, мой твиттер, моя личная страничка, там своего рода блог, вот сайт нашей компании. Спасибо. Так, у нас есть время на пару быстрых вопросов. Не стесняйтесь. Да, правда, правда, не стесняйтесь. Ну, ладно, ребят, смотрите, докладчик остается с нами. Пожалуйста, если вопросов Тима появится, то задавайте. Спасибо. Было интересно. Спасибо. Спасибо.